Всем привет, с вами Алис Каннобередлаб. Сегодня в галаканных из землетрясениях. Начинаем обзор солнца. Как обычно, включаем наш кандидатр и смотрим, что происходило за последние сутки на нашем светиле. Ну, практически рассказывать-то и нечего. Здесь в районе 10 часов были какие-то выделения в районе 7. Судя по всему, здесь протуберанец, вот так вот тоже плазма выделения. И в районе часа, ну, такие совсем-совсем небольшие, может быть, и вспышки там были. Но эффекты, судя по всему, будут несущественными. Вот здесь на 7 часах видно такой прям, таксу, вечка такая, да? Как будто хвост вырос, вырос хвост нашей звезды, да? И в итоге вот она летит через космос, как будто как ракета, да? Вот так получается. Вот, ну, давайте дальше посмотрим, что у нас по приборам. По приборам у нас все относительно тихо-спокойно. С3,92 была максимальная вспышка. А в последние часы так вообще все на зеленом уровне, на уровне B идет. И вероятности тоже низкие относительно. С-класс 75%, М-класс 15%, Х-класс 5%. Но есть изменения, смотрите, появились какие-то зоны с прочерком здесь, да? Так, 35,99 и 36,07 и 36,10. То есть вот такие вот зоны, седьмая и десятая. Давайте посмотрим. Это все новые зоны, недалеко от экватора, в районе 8 часов. Эти зоны две, вот. И в северном полушарии это уже три зоны новых, да? Ну, вот это пятый, и их уже можно списывать. Они практически завтра, послезавтра уже будут полностью не видны. И отворачиваются от нас. Так, давайте теперь перейдем в статистику. У нас всего лишь 16 пятен в 7 активных зонах. То есть очень низкое количество пятен. Больше для периода покоя характерно, чем выход на пик активности. Хотя, смотрите, вот здесь и торнадообразные продуберанцы, и как-то все расширяется, и активность растет, когда поворачивается вот к этой зоне. А здесь, да, здесь тоже мы видим, ну, пока вялая активность, но будет шанс прорасти. И, похоже, здесь пытаются какие-то дырочки образоваться. Давайте глянем, что у нас по дырам на нашем светиле. Ну, да, вот здесь пытаются прям по центру образоваться. Смотрите, какой длинный продуберанец такой. Раз, идет. Ну, здесь тоже. Кстати, вот эта продуберанец может как раз на 7 часах и давать вот это вот свечение, которое мы видим. Ну, и вот активность в этой зоне довольно-таки высокая. Давайте почитаем комментарии. Не скучай, пишет. Мир недооценивает угрозы со стороны Солнца. Грядет мощный разрыв центральной коронарной дыры, который вызовет перегрузки и выход из строя трансформаторов, в результате чего произойдет масштабное отключение электроэнергии. Будет нарушена спутниковая и внеземная связь, работа GPS и других нагревационных систем. Увеличится уровень радиации и повысится уровень ультрафиолетового излучения. Однако, это лишь часть того, с чем предстоит столкнуться в любой момент в ближайшие годы. Произойдут и другие происшествия, которые приведут к еще более серьезным последствиям, в результате чего Солнце вовсе временно перестанет давать свое тепло. Только прежде чем это произойдет, оно будет светить слишком ярко. Вот так вот нескучая написал нам сценарий катастрофы. Вы знаете, вполне вероятно, вот эти сверхновые, тут недавно удивление у ученых произошло, что одна и та же звезда может генерировать несколько сверхновых. Понимаете, если раньше думал, что это смерть звезды, что это как конец ее жизненного цикла, то сейчас все меняется, и поэтому мы видим, что Солнце, да, оно может вот эти вот супер вспышки генерировать. Но если возьмем там 1859 год, там была вспышечка такая серьезная, тогда все телеграфы погорели. Представляете, тогда они только-только появились. Если такое же событие произойдет сегодня, то последствия будут действительно серьезные. Это как раз к тому, что вот некоторые деятели пытаются за счет определенных сетей покорить общество человеческое и думают, что у них это выйдет. У них-то, может быть, это выйдет, но ненадолго, потому что обязательно что-то произойдет, вот типа того, что вы описали, и снова придет свобода. Вот так вот существуют жизненные циклы. Так, давайте дальше почитаем. Вот, ZeroX или ZeroX пишет, расскажи, если не сложно, о самых необъяснимых аномалиях, которые наблюдал за все время, что анализируешь информацию. Ну, допустим, вот эта аномалия, почему именно когда активность Солнца растет именно вот у этого лимба, в этой зоне, все пятна, которые, все группы пятен, которые идут, именно там у них происходит выход на максимум активности. Либо вот с этой стороны, это первое, если на нашей планете, ну, хотя бы такая аномалия, почему не регистрируется в Антарктиде землетрясение, все для этого есть предпосылки. Ну, а так мы обсуждаем регулярно, да, то есть я даю там, если кто-то хочет написать докторскую там тему, только так выдаю там, те, которые можно раскрыть. Так, ShadowCat пишет, вот интересно, года два назад заметил, что солнечный свет стал какой-то более белый. Интересно, это субъективно и действительно спектр меняется? Конечно, это субъективное влияние. Раньше свет был более желтый, что ли. Так, Роза Геровская пишет, здравствуйте, благодарю за ваше творчество. Спасибо большое, три сердечка, хорошего вам дня, вам также отличного дня, Роза, спасибо вам большое за поддержку. Так, UserTD5 пишет, город так мог, спасибо. А где дыры на солнце в правом секторе, внизу разглядел лицо в профиле с темными волосами. Так, интересно. И, кстати, очень многие люди рассмотрели на солнце интересные вещи. Вот NC Любовь пишет, на солнце какой-то человечек дует вправо, а Егор считает, что скорее колдует, магичит, что заметил тоже этого Гарри Поттера, и он даже сделал скрин в максимальном разрешении. Вот, интересно. Алиф Зеро пишет, черный человек в профиль дует справа налево. Вот так вот, вот такие интересные ассоциации. Так, Александр Шевченко пишет, спасибо, благодарю вас. UserUG9 пишет, благодарю за обзор. Стрисердечко, спасибо большое. Так, а вот Анна Равен видит, что сегодня на солнце обнаженная женщина сбегает от кого-то. Вот это да. А, кстати, у меня был такой случай, как-то я был в Нижнем Новгороде, и мы шли с другом по улице, там какая-то пешеходная улица, ресторан, и вдруг откуда-то ни возьмись из одной подворотни, выбежала женщина абсолютно, нога, и перебежала, и убежала в другую подворотню. Ну, понимаете, если бы я был один, то это можно было бы как какое-то видение, да, но поскольку нас было двое, то это маловероятно. Так, Руслан Кисельбаев пишет, автор приветствует, добавить бы тайм-входа еще на ваше видео, 26 минут слушать лишнюю информацию особо нет желания, а про свой регион только хочется. Вы знаете, у нас цель вообще канала, это как бы не фокусироваться на каком-то одном регионе, либо в нескольких регионах, а попытаться рассмотреть картину целиком, включая даже Солнечную систему, представляете. Так, где что объяснил. Так, ну давай теперь перейдем к рассмотрению того, что происходит на нашей планете. Геомагнитная обстановка 3+, сейчас поднялась, но за пределы нормы не вышло. Впереди все у нас в салатовой зоне, все хорошо. По вулканам у нас 46 вулканов, извергается при норме 40. Сегодня извергается и Бека, но здесь вулкан 3,5 километра, там Сукураджима, острова Кюсю, происходит извержение. Так, дальше Дукона в Калмахере, там высота пепла составляет 2400 метров над уровнем моря. Затем Фернандино, Галпагосские острова, здесь вот извергается хорошо, но пока что каких-то катастрофических последствий нет. По Покатепе, в Мексике выброс пепла составил 6400 метров над уровнем моря, Фуэга в Гватемале, там 4600 метров над уровнем моря. И Сабанкая в Перу на 7 километров выбросил пепел. Ну, теперь Сабанкая у нас выходит в лидеры по силе извержения. Так, такой вопрос от Ольги Шалама. А я все думаю про Канары. Если не ошибаюсь, там же после извержения увеличился остров на 60 гектар. Интересен процесс восстановления природы, экосистемы в целом. Да, спасибо большое. Я видел, там уже соревнования проводились по этой, по Крославе. Оно там даже еще теплое по этим полям. Вот это в прошлом году еще было. Ну, а в этом году, наверное, там вообще уже все заросло. А потому что это плодородные считаются земли, да. Ну, и плюс 60 гектар, представляете. То есть кому-то вот будет где... Может, у кого-то не было участка, теперь вот счастье подвалило, появился участок. Вот, как говорится, послал правильный посыл во Вселенную. Вот, произошло извержение и появился дополнительный участок. Так, давайте теперь посмотрим на сейсмическую активность. Она не особо высокая. За последние 7 дней у нас 40 землетрясений, магнитон 4,8 и выше, при норме 50, то есть 80% от нормы. За последние сутки мы видим вот такие существенные. Это в Чиле 5,3 на глубине 114 километров и Оливудские острова 4,8 на глубине 35 километров. Согласно статистике, за последние сутки было 4 пятерки, 24 четверки, 95 троечек и 229 двоечек. Общий уровень активности как умеренный оценен и по атомным бомбам на целых четыридесятых атомных бомб энергии выделилось. Вот такие новости. Ну что, переходим к регионам. Давайте посмотрим, что у нас на Аляске здесь. Ну, на Альвутах здесь 4,8, 35 километров мы разобрали. Ну, а так классически идет до середины, получается, штата. На север или на запад куда-то не отклоняется. Немножко вот идет сюда, в сторону Канады. 2,2 на глубине 3,1 километр. Двоечка на глубине 4,2 километра. Давайте посмотрим, что у нас в Гавайях. Гавайях изменения. Здесь не только в проекте Килауэ, но и в западной части острова. Здесь на глубине 12 километров и на глубине 10,6 километров. Две двоечки. Так, вот что-то взорвали у нас рядом с Сиэтлом. На высоте 400 метров произвели этот взрыв. В Айдахо на землетрясение 2,2 на глубине 6 километров. Монтанья очень сильно взрывает. Сегодня, смотрите, 2 километра высота и 2 километра высота. Так, Калифорния по югу здесь тоже что-то взорвали на высоте 500 метров. И на границе с Мексикой на высоте 300 метров. Да, вот еще здесь взорвали на высоте 900 метров. Вдоль с Невадой штата по границе вот идет сейсмичность. И на западе Техаса мы наблюдаем. А Пуэрто-Рико вроде бы все как обычно в южной части острова активность. Переходим к основной карте. Тут у норвегов опять развиваются события. Посреди между Свальбортом и Норвегией 3,5-11 километров и 2,2 на глубине 12 километров. Давайте посмотрим в Европе. Ух ты, смотрите, какая линия здесь выстроилась, да? Через Гибралтар, сюда входящий в океан. Канарские острова 2,3-43 километра. В районе Швейцарии, прямо по границам, северной Италии 2,2-20 километров. Южнее теперь Неаполя 2,1-3 километра. Глубина и 3,2-209 километров рядом с Сицилией. Наверное, надо чуть-чуть увеличить. Слишком тут большая плотность. Вот, смотрите, тут получается Подгорица 2,5 на глубине 21 километра. Запад Болгарии 2,2-10 километров. Давайте рассмотрим Турцию и Грецию более подробно. Начнем с Греции. 3,7-2 километра. Здесь 3,5-14 километров. Плюс большое количество двойчик. Вот здесь южнее Крита 3,1-20 километров. 3,3-3. И уже прямо ближе к Ливии здесь 3,0. Даже к Египту можно отнести. 3,0 на глубине 5 километров. Рядом с Мраморным морем 3,6 на глубине 4 километра. Ну и в Западной Турции мы видим, что активность где-то присутствует на хорошем уровне. В восточной части, где Семерка, здесь 3,6 на глубине 7 километров. 3,2 на глубине 7 километров. Видите? И 3,0-7 километров. Вот это да. Семерка дает глубины 7 километров. Ну надо же. Какие совпадения. Восточная Турция 2,7-25 километров. 2,8-4 километра. Здесь на юго-востоке 3,0-10 километров. И в Сирии тоже есть активность. 2,3 на глубине 5 километров. Так. Давайте теперь посмотрим. Ну, сначала Индию. Здесь восток 3,8-36 километров. 3,6-5 километров. На севере 2,7 на глубине 5 километров. Давайте заценим события, которые происходят у нас в Средней Азии. Смотрите, вот этот окол Каши здесь еще даже немножко сместился на юг. Здесь 4,0 на уровне моря. 3,7. 3,7. И видим вот в районе Узбекистана, в районе Ташкента здесь 2,9. 2,9 на глубине 10 километров. И в Кыргызстане 2,4 на глубине 10 километров. Вы смотрите, тут все прям как-то закручивается. Интересный, да, сценарий. То есть открывается здесь активность ближе к Узбекистану. Вот, кстати, мистер Стас Флай пишет БАО, это Большое Адманатинское озеро. О, спасибо большое, что прояснили. Благодарю вас. Нужна была помощь местных жителей, потому что вот эти аббревиатуры, они понятны для местных, а для остальных людей нет. Так, вот еще одна помощь поступила от UserLO5. Как раз забыл, как называется поселок, подсказали поселок Бастыри. Вот, и пишут спасибо вам. Благодарю вас, да, вот. Ваша помощь очень приветствуется. Так, вот здесь пишет такой вопрос. Алекс, здравствуйте, юзер РВ2 пишет. Правда ли, что под Сибирью поднимается магма? Вы знаете, нигде не встречал этих информаций, ни в одной какой-то научной публикации. Вот, может быть, кто-то писал позавчера, по-моему, что благодаря подъему магмы пришло вот это сейчас весеннее потепление в Сибирь. Но, вы знаете, это несвязанный процесс. Так, вот, между Сахалином и Хоккайдо 4,5 на глубине 300 километров. Ну, это вот здесь глубокие, да, ближе даже к Сахалину. Вообще, вот в этой котловине в море, да, данги часто происходят сверхглубокие-глубокие землетрясения. Здесь, кстати, вот есть средние глубины землетрясения на Курильских островах 3,7 на глубине 70 километров. Так, западная Япония никак не успокоится. Этот очаг, как с 1 января, как началось, уже март, 4,0 на глубине 10 километров. И восточный у Кусима здесь 3,6 на глубине 40 километров. Так, рекю 4,7, 26 километров дают. Тайвань, Северная Филиппина молчат. Центральная Филиппина 3,4,1 километр. 3,4,1 километр. Южная Филиппина тоже троечки небольшие дают здесь. Ну и 115 километров. Суловесия дает 3,9, 88 километров. 3,2, 10 и 3,2, 10 километров. В районе Амбона 3,9, 10 километров. 3,8, 17 и 3,7, 13 километров. Так, смотрим Суматру. Здесь двоечки 10 километров. На запад 4,4, 10 километров. Здесь троечка на 68, на юге 4,1, 20 и 3,7, 26 километров. У Явы 3,8, 17 километров. Моторам 3,2 на глубине 16 километров. Давайте глянем на Австралию. Что она сегодня дала? Чем-нибудь или нет сгенерировала? Да, есть. Вот здесь Южная Австралия 2,4 на глубине 5 километров. А вот Папуа, кстати, странно, почему здесь нет землетрясения у Соломоновых островов. Неужели его отменили? Вроде бы размещал в Телеграме. Еще когда американскую геослужбу рассматривали, удивился. Ну, видать, может быть, не подтвердилось каким-то образом. 4,2 на глубине 249 километров. Кермандек острова 3,2, 65 километров. Здесь пролив 4,093 километра. Так, было 5,2 вот здесь на Соломоновых островах. 33 километра глубина. Это запомнил хорошо землетрясение. В центре Индийского океана 5,1 на глубине 10 километров. Так, ну, тут здесь 3,9 на глубине 13 километров. Это Айдаха. Давайте посмотрим, что у нас в Мексике. На западе здесь 3,8 3 километра, 3,6 13, 3,2, 3,4 2 километра. На юге здесь 3,6, 3,6, 3,7 12 километров, 3,6 8, 3,5 3,3, 3,8 6 и 3,6 17. Плюс средней глубины вот здесь по континенту. Ну, самый большой 4,0 98 километров. Да, вот угол погосов 4,6 на глубине 10 километров. Тоже скрутили, потому что я видел, что оно было 5,0 изначально. Да, видите, понизили до 4,6. Ну, как раз там вот этот Фернандин извергается. Никарагуа 3,5 на глубине 1 километр. Это ближе к Карибскому морю, а вот со стороны Тихого океана 3,9 16. Сальвадор здесь 4,4 29, ну, плюс еще двоечки есть небольшие. Панама 3,9 16, 4,0 1 километр. Так, ну, здесь Британские и Виргинские острова 4,8 на глубине 21 километр. Что-то в другой версии этого я не помню, в американское. Но они, видать, там скрутили, и они смотрят только на крупные землетрясения. Так, Доминикана 3,1, 3,0 на глубине 88 километров. Перу 4,0 17 километров. На севере в центре 4,6 10 километров. Южная Перу 4,7 95, 4,5 10, 4,3 10 километров. Ну, стало подрастать в Перу активность. Так, 5,3 на севере Чили, у Арики практически. Здесь еще в океане 2,6, на глубине 15 километров. И вот Санта-Круз. Смотрите, здесь редко бывает Боливия. Это тоже уже ближе, как бы, к Ама-Азонии. Ну, вот плоскоголье здесь такое. И 3,4 на глубине 11 километров. Интересно, да, событие развивается. Троечка здесь, северная Аргентина. Так, вот Акаметры и 8,126 километров. На побережье 2,9 30 километров. Каким бы 3,1, 3,3, 36 километров. Здесь Катарка. 3,7, 189 километров. И в Сан-Хуане довольно-таки плотно. Смотрите, землетрясение. Есть, кстати, даже вот неглубокие. 3,3 на глубине 10 километров. В Мендозе 3,1 на глубине 10 километров. И вот сюда вот, в Кордове, уже более глубокая. 3,4 на глубине 172 километра. Вот эта активность, то, что мы сейчас видим. Спрашивали про аномалии. Вот это ненормальная активность. Видите, вот в этом регионе не совсем то, что обычно мы видим. И поэтому посмотрим, а к чему там приведет. Будет ли где-то крупное землетрясение. 3,1 на глубине 42 километра. Либо это просто такой вот шарм. 3,0 на глубине 28 километров. Это в южные уже регионы Чили. Так, ну что. Это мы посмотрели. Давайте быстренько пробежимся. Еще раз запомним основные события. Это европейская база данных. Здесь у Свальборда, у Норвегов. Прям какие-то регулярные стали процессы происходить. Южная Италия здесь сверхглубокие. Вот у Гибралтара такая прямая линия. Вся Красная Греция чуть ли не выходит к Африке. Здесь активность Турции тоже в районе Семерки, в районе Востока активно смещается. Здесь в южные регионы уже вдоль границы с Кыргызстаном. Плюс переход вот сюда в сторону Ташкента. В Восточной Индии присутствует активность. Рядом с Сахалином глубокое землетрясение на Курилах. В средней глубине Япония. В центре, да, Юго-Запад тоже. Ну и Центральные Филиппины. Вот такие вот у нас процессы в северной части. Давай через экватор зайдем. Здесь у нас Суматра проактивировал. Суловесия. А вот с Папу до Афиджи, Тонго. Смотрите, громадная территория молчит. И здесь нет почему-то Южной Австралии. Сейчас мы зайдем по югу. Мне кажется, она просто капризничает. Капризничает эта карта. Нет, не капризничает. Смотрите, Новой Зеландии есть. А Австралии Южная почему-то нет. Ну вот видите, вот такие разночтения тоже. Вопрос очень большой. Откуда они берутся, вот эти вот разночтения, между различными версиями. Неужели нельзя сделать одну базу данных, такую конкретную? Чтобы туда все сходилось. Так, вот Виргинские острова здесь тоже подтверждаются. В Мексике здесь активно. Ну, в США там Айдаха довольно чувствительная, да, западный Тикас. Ну, Алиуты там были еще. Галпогосские острова. Так, здесь есть активность. Перу. Я вижу, что есть рост, особенно в Южный Перу. В Южный Перу, Боливия, Северная Чили, вот Аргентина. Явно идет рост и явно какое-то расположение, по крайней мере в Аргентине, не совсем такое обычное, да. Откуда делись вот эти мелкие землетрясения, там, да. Немножко расклад по-другому должен быть. Ладно, давайте теперь закончим швейцарской базы данных. А здесь вроде бы как все тихо, все спокойно. Ну, вот в районе Монблана происходит активность. Ну, а так вроде бы все хорошо. Ну, а с вами был Алекс, канал Белелабжи. Отличного проживания.